Ну что, всем добрый день, добрый вечер, уже практически 4 часа дня. Как меня... Поставьте, пожалуйста, плюсики, всем хорошо слышно? Ну, чудесно, просто-просто чудесно. Ну, хорошо, раз я вижу, что всем хорошо слышно, я тогда вам для начала расскажу, как будет построен сегодняшний вебинар. Добрый день всем еще раз. Вот, сначала я, в общем-то, расскажу про нашу концепцию, потому что у нас концепция все-таки отличается от всех других. И далее по каждому из отелей отдельно, и Косоливия, и Косокеани, и о нашем новом отеле на острове Корфу. Ну, начну я, в общем-то, с того... Во-первых, меня зовут Ирина Шарахмедова, я являюсь генеральным представителем сети Косресорт. Пару слов буквально хочу сказать о нашей сети. Мы возникли, кто не знает, кто знает, просто напомню, в 2015 году. За эти три года, в общем-то, много что... Мы получили много каких наград. Ну, и самое важное, что у нас... Мы начинали с двух отелей на полуострове Халкидики. Это Икос Океания и Икос Оливия. И, собственно, с этого года у нас добавился еще один отель. Пополнение в семье произошло. Отель на острове Корфу, Икос Океания. О, Икос Дайси, прошу прощения, уже заговариваюсь, только начала. В общем-то, напомню тоже по расположению, как вы можете видеть на карте. Икос Океания у нас находится на первом пальчике, на Кассандре. И Икос Оливия находится на перешечке двух полуостровов, между Кассандрой и между Ситанией. Ну, фактически, это, конечно, регион Ситания. Ну, и Икос Дайси у нас будет находиться в заливе Дасья. Собственно, идеальное, на самом деле, место на острове Корфу. Пожалуй, одно из самых идеальных. До аэропорта дорога займет буквально 20 минут. Если говорить о Халкидиках, то здесь до Океания минут 30, до Оливии чуть-чуть побольше, минут 40 в среднем. Ну, и, собственно, теперь перехожу к нашей концепции. У нас концепция называется «Все-таки все включено класса люкс». Пробегусь по основным нашим вещам, что у нас вообще выделяет среди всех остальных сетей, отелей. У нас идут за дополнительную плату. Сразу так расскажу, что немногие, в общем-то, вещи. Это детские ясли от 4 месяцев до 4 лет. Это моторные и водные виды спорта. Это спа-процедуры, собственно, в спа-центрах. И детские академии, как академия большого тенниса, академия футбольная и академия виндсерфинга. Ну, и, собственно, услуги няни. Ну, то есть такие абсолютно стандартные, в общем-то, вещи. Что касается нашей еды. Ну, по поводу еды здесь можно говорить много. У нас в каждом из отелей есть обязательно основной ресторан, который работает как шведский стол на завтрак, на обед и на ужин. И а-ля-карт рестораны. А-ля-карт рестораны разное количество теперь уже в разных отелях. Но самое основное, что нужно понимать, что все у нас а-ля-карт рестораны абсолютно бесплатны для гостей. Некоторые из них работают также на завтраки и на обеды. Теперь, кстати, на обед у нас появилась такая а-ля-карт опция, потому что раньше они были открыты как шведский стол на обед. Но при этом, кстати, никакого депозита не требуется. И на ужин уже открываются, соответственно, всегда один шведский стол остается и остальные а-ля-карт рестораны. У нас неограниченное количество посещений, в общем-то, ресторанов. То есть гости захотели в течение двух недель хоть в один могут ходить, либо, пожалуйста, менять как им, в общем-то, угодно. А большая наша гордость, что большинство шеф-поваров является обладателем мишленовских звезд. То есть что касается блюд, у нас, конечно, все на таком очень высоком уровне. И еще одна уникальная у нас есть черта, услуга – это дайн-аут, когда гости могут поужинать за пределами отеля, тоже абсолютно бесплатно. Ну и, естественно, там напитки тоже будут бесплатные. Продолжая тему напитков, собственно, во всех парах, которые у нас есть на территории отеля, все напитки – алкогольные, безалкогольные, горячие, холодные, любые, в общем-то, абсолютно – они для гостей бесплатные, тоже в неограниченном количестве. И тоже большой такой плюс – у нас есть своя икоскава, это винный погреб, более 300 номинований вин, они все подбираются под а-ля-карт рестораны, и тоже для гостей абсолютно бесплатные. Плюс еще гости могут воспользоваться услугами с эмильей, если они хотят. А здесь такая ситуация, допустим, если гости попробовали какое-нибудь вино в итальянском ресторане, пришли в азиатский ресторан, не обнаружили этого вина, то они могут все равно его спокойно заказать, и из винного погреба его доставят. То есть есть такая тоже приятность, в общем-то. Из активных развлечений у нас обязательно есть спортивные центры в каждом из отелей, они состоят из тонисных кортов, освещение и оборудование у нас предоставляются абсолютно бесплатно. Площадка для игры в мини-футбол, площадка для игры в пляжный волейбол, различные групповые занятия, ну, на любой вкус. Из водных видов спорта всякие канои, катамаранчики, падлборды, это все тоже абсолютно бесплатно. Есть кое-какие ограничения, раз в день этим можно пользоваться, но, в общем-то, все равно очень даже все приятно. Так что, естественно, тренажерный зал есть тоже во всех залах, то есть во всех, прошу прощения, отелях, поэтому, в общем-то, все необходимое для спорта здесь у нас присутствует. Детские клубы у нас управляются британской компанией World Wide Kids. Есть у нас три возрастных группы. Это ясли для малышей от 4 месяцев до 4 лет, они идут за дополнительную плату. Мини-клуб для детишек от 4 до 12 лет и клуб для подростков от 12 до 17 лет – все у нас бесплатно абсолютно. Что самое важное здесь нужно понимать, у нас для детей предоставляется все самое необходимое, и подогреватели бутылочек, стерилизаторы, в общем, все-все-все. Главное нам заранее об этом сказать, чтобы гости приехали и у них уже было все, собственно, в номере. На вопрос я по поводу, где можно поужинать за территорией отеля отвечу чуть-чуть попозже. Ну и, собственно, продолжая тему детей, в плане еды здесь все максимально идеально, потому что в каждом из ресторанов у нас есть всегда детское меню. Если вдруг гости что-то не нашли в детском меню, они всегда могут это дополнительно заказать. Там пюрешечку, овощную, мясную, все что угодно, бульончик. В общем-то, здесь, пожалуйста, в общем, гости могут доказывать все-все, все что угодно. Клуб для подростков у нас работает высокий сезон, это с июля по сентябрь. Все остальное, в общем-то, работает у нас с открытия. Так, ну, перехожу дальше к нашему спа. Спа-центр у нас во всех отелях абсолютно одинаковый. Мы работаем на французском бренде «Ан Симонин». Спа-центры у нас, в общем-то, состоят всегда из, ну, они плюс-минус одинаковые. Процедурные кабинеты, понятное дело, тренажерный зал, термальные зоны, куда входят абсолютно бесплатные. В термальных зонах у нас и хамамы, и, в общем-то, сауны, горячие лежаки. И, естественно, всегда есть крытый бассейн. Крытый бассейн с подогреваемой водой до 27 градусов. Единственное, что спа-центр у нас открытый, доступный для гостей старше 16 лет. Но, так как в спа-центрах у нас находятся единственные крытые бассейны, естественно, для гостей младше 16 лет есть специально отведенные часы, так называемые сплэш-аурс, когда можно плавать и в таких крытых бассейнах, когда еще плохая погода. Ну, в общем-то, если к нам едут молодожены, то желательно тоже все заранее нам это сообщать, чтобы мы все подготовили, мы ставим всегда бутылочку шампанского при заезде им в номер и организовываем романтический ужин абсолютно бесплатно, практически как на картинке, сейчас даже намного симпатичнее, в общем-то, это все выглядит. Так что гостям этим необходимо просто предъявить копию свидетельства о браке и, собственно, все. А вообще мы каждым, всем абсолютно гостям ставим комплименты в номер при заезде. В основных категориях это у нас бутылка вина и фруктовая тарелка. А вот в Deluxe Collective, как раз про которую я сейчас более подробно расскажу, у нас тут уже, в принципе, комплименты – это всегда бутылка шампанского и более такая усовершенствованная фруктовая тарелка, и плюс еще различные сладости симпатичные. А Deluxe Collective – это у нас такая отдельная, отдельные типы номеров. Они все идут с приставочкой Deluxe, их сложно с чем-то перепутать. И когда гости бронируют именно эту категорию номеров, у них добавляется еще ряд привилегий. Во-первых, с этого года у нас произошли небольшие изменения в Deluxe Collective, приятные. У нас появляются дворецкие. У нас, ну и такое, не то чтобы очень важно, но, тем не менее, приятная будет пляжная сумка во всех номерах Deluxe Collective. Это пляжная фирменная сумка Икос. Этим гостям, во-первых, у них отдельная зона на пляже, отдельные бассейны для гостей Deluxe Collective, отдельные бары, более совершенственное меню, собственно, и мини-бара, там более премиальные напитки стоят, и рум-сервисы в том числе. Мы дарим этим гостям две бесплатные спа-процедуры. Ужин на пляже. Может быть, хоть семейный на много-много человек, либо романтические гости решают сами. И плюс для этих гостей у нас бесплатная аренда колясок. Для других, кстати, гостей аренда колясок у нас стоит 10 евро за сутки. Так, ну, вроде по максимуму рассказала. Все остальное вы можете видеть на слайде. Я так по-основному прошлась. И теперь непосредственно переходим к самим отелям. Так, давайте я сначала отвечу на вопрос. Вот, простите, где можно поужинать? Смотрите, за территорией отеля у нас как раз Дайнаут. Вот на примере Икаса Ливи. Во-первых, по территории быстро пройдусь. У нас здесь 5 ресторанов. Из них один как шведский стол и 4 а-ля-карты. Это итальянская, французская, азиатская и греческая кухни. А Дайнаут именно в этом отеле находится в шаговой доступности, потому что, знаете, это деревушечка такая, поселочек Геракина. Тут, в принципе, ничего особо нет. Только несколько таверн, супермаркеты. Ну, в общем, он такой тихий, спокойный поселок совсем. Мы заключили здесь контракт с тремя тавернами. Они могут меняться в течение сезона, в том числе. Ну, вот пока у нас несколько лет держится, в общем-то, с прошлого года пока 3 таверны. Гости просто бронируют там столик, приходят, и им дается сет-меню. Она достаточно большая, ну, там по 3-4 позиции закусок, горячего, супов, десертов, и также из напитков обычный чай, кофе, вина и водички, в том числе. Вот, поэтому, ну, в общем, я надеюсь, что я ответила на этот вопрос про Дайнаут. У нас это во всех отелях действует. Я по каждому отелю отдельно про это скажу. Ну, в общем-то, если говорить об Экосоливе, здесь у нас, конечно, территория очень пологая, очень приятная. Еще фотография, кажется, немного территория лосоватая, но на самом деле сейчас, конечно, она у нас расцвела. Вековые оливковые деревья у нас тоже стали абсолютно шикарные. Ну, в общем, здесь погулять, посидеть под тенью, это реально везде можно. А здесь у нас, в общем-то, отель состоит из основного здания. Так, сейчас я возьму указочку. И вам буду показывать. Вот, из основного здания. И также двухэтажные бунгало. И одноэтажные бунгало около продолговатого бассейна. Это у нас зона делюкс-коллекции. В делюкс-коллекции в этом отеле у нас все бунгало только одноэтажные. То есть двухэтажных бунгалов делюкс-коллекции быть не может. И вот как раз вот здесь находится бассейн делюкс-коллекции, там же находится бар. И вот пляжик отдельно. Здесь такая зона все-таки изолированная. Ну, что касается пляжа, не видно указку. Давайте я вам, хотите, буду рисовать. Так, вот здесь вот у нас основное здание. И так, я думаю, видно. Немножечко криво, но вы меня извините, пожалуйста. И вот делюкс-коллекция. Сейчас я вам прям нарисую. Вот так вот. Это у нас вся, получается, прям отметила вам всю делюкс-коллекцию. Вот здесь вот у нас бассейн находится, здесь же находится барчик. И вот это вот у нас пляж делюкс-коллекция, он такой вот изолированный. Вот, разрисовала вам карту. Думаю, теперь хорошо. Если что, буду менять цвета. В основном здании у нас находятся все однокомнатные номера. То есть, если гости ваши хотят сьюты с раздельными комнатами, тогда это уже нужно рассматривать бунгало. В двухэтажных бунгало у нас как раз есть сьюты с одной спальней, есть сьюты с двумя спальнями. Все сьюты, которые у нас в выкосах находятся, всегда отдельная гостиная и отдельная спальня. И по инфраструктуре, если так пробежаться, вот здесь вот у нас находится спортивный центр. Ну, вы видите, здесь у нас теннисные корты, площадка для игры в мини-футбол. И вот как раз самый краешек. Здесь у нас находится театр под открытым небом. Вообще, если говорить о развлечениях вечерних, у нас, конечно, программа такая более спокойная. В барах у нас звучит живая музыка, проходит греческий вечера, саксофон, фортепиано, то есть в таком стиле. В театре под открытым небом здесь у нас проходят шоу, кинопоказы, мюзиклы. С прошлого года у нас еще появились вечеринки, в том числе и на пляже вечеринки устраиваем белые, так называемые вечеринки. В общем-то, все гости в восторге. Раньше, если была программа более спокойная, сейчас она стала понасыщеннее за счет того, что включили как раз вечеринки. Ну и по поводу ресторанов, пять ресторанов я уже сказала, три из них всегда открыты на завтрак и на обед. И уже вечером, получается, все открыты пять. И плюс еще опции дайн-аут всегда для гостей. Так, ну, из основного, что мне еще хотелось бы вам сказать. У нас здесь четыре таких основных бассейна. Они все подогреваются, все с пресной водой. Все основные зоны подогреваются до 27 градусов, детские зоны до 30 градусов. Ну и все индивидуальные бассейны, они тоже подогреваются до 27 градусов бесплатно. Так, ну и теперь тогда я перейду к номерам. Вот как раз в основном здании, как я сказала, у нас тут двухместный супериор и двухместный, и панорама Junior Suites. Собственно, в основном здании панорама у нас считается самым высокой категорией. В двухэтажных бунгало тут у нас три основные категории. Это есть двухместные бунгало, это просто стандартный номер для двухместного размещения, только в бунгало находится. Они у нас распределены по всей территории. Тут сложно сказать даже примерно, где они могут находиться. То есть они раскиданы, имейте это в виду. Сьюты с одной спальней, с видом на сад, с видом на море могут быть. Сьюты с двумя спальнями, их всего таких четыре номера, и они все расположены на первой береговой линии. Два номера на первом этаже и два номера на втором этаже. Так, ну и в Deluxe коллекции, в общем-то, это две основные категории сьюты. Делюкс-сьюты с одной спальней и Делюкс-сьюты с двумя спальнями. Ну и, как вы поняли, они могут быть со своими частными бассейнами. Так что, в общем, так пробежались по Икос Оливии. По поводу Икос Океании. В общем-то, здесь у нас отель прошел двухгодовую реновацию. То есть в 2016 году мы обновили все общественные зоны, и в 2017 году мы обновили все абсолютно номера. То есть отель у нас все-таки такой полностью новый стал, абсолютно засиял другими красками, поднялся на новый уровень роскоши. По поводу инфраструктуры, здесь у нас также пять ресторанов и шесть, собственно, баров. В Оливии тоже шесть баров. Рестораны абсолютно такие же, как в Оливии. То есть здесь идет такая полная аналогия. Единственное отличие, в общем, ну, вы, я думаю, видите, что территория, она все-таки, отель у нас находится на возвышенности, поэтому здесь есть довольно-таки крутые спуски, подъемы в том числе. Сейчас я возьму, попробую указку еще раз, чтобы не разрисовывать все. Так, скажите, пожалуйста, вот так вот я делаю, видно? Обвожу. Не видно. Ну, ладно, придется тогда рисовать. Так, сейчас, немножечко. А, вот кто-то говорит, видит. Ну, хорошо, давайте, чтобы было видно всем, я лучше... А, ладно, вы видите, видите, хорошо. Тогда буду указать. Если что-то вдруг кто-то не видит, вы мне говорите, пожалуйста. Вот у нас самый крутой спуск, он ведет как раз к пляжу Икас-Океании. Ну, у нас, естественно, ездят баги по всей территории, как и выказ Оливии, но, тем не менее, в общем-то, иногда хочется тогда просто прогуляться. Вот, поэтому тоже всегда предупреждайте, что здесь вот такая вот у нас территория. Самое большое изменение, которое у нас произошло с этим отелем, вы знаете, многие читали, слышали, что у нас здесь при входе в воду были такие каменные плиты, и на них жили ежики. Ну, в общем-то, каким-то невероятным образом, законом, естественно, мы получили разрешение все это засыпать песком, потому что это был наш такой основной нюанс по этому отелю, который многих отпугивал. Теперь у нас пляж стал в три раза шире, такой широкий, там три ряда лежаков, они все далеко друг от друга находятся. И теперь, собственно, при входе в море там нет ничего невиданной, кстати, ежики, они просто тут протяженный достаточно пляж, поэтому у них есть место, где там посидеть на камнях. Вот, а теперь у нас при входе в воду просто песок, и, в общем-то, ничего больше, кроме песка, нет. Чуть дальше мы построили волнорез, чтобы этот песочек не вымывался в течение сезона. Ну, конечно, чуть-чуть он вымывается, но мы в межсезонье все это досыпаем. В общем-то, теперь здесь пляж, имейте в виду, стал абсолютно идеальным. По корпусам пробегусь. У нас здесь есть вот здесь вот основной корпус, тут вся основная инфраструктура, рестораны, мини-клуб. Здесь же находятся спа-центры, в общем-то, бары. Есть бар для взрослых. У нас здесь вообще достаточно много зон таких, они прям закрыты для взрослых. Вот здесь вот находится бар, Хелиус бар. В Оливии у него немножко другой концепции, это просто бар на берегу моря. Здесь только бар для взрослых, старше 16 лет. Есть отдельно бассейн, который только для взрослых около ресторанов находится. Там тоже так тихо и спокойно. Ну и по корпусам. Первый корпус, который так примыкает к основному корпусу, указки нет. Что ж такое? Тогда я вам буду рисовать. Вот это вот у нас первый корпус. О, отлично. Вот это у нас второй корпус. Это третий корпус. Четвертый корпус самый любимый всеми, потому что он стоит ближе всего к морю. И вот пятый корпус. Это корпус делюкс коллекции. У нас, как вы заметили, все корпуса, они трехэтажные. Везде есть лифты, кроме корпуса делюкс коллекции. Здесь у нас гости попадают со второго этажа. Мы добавили просто в прошлом году еще достаточно много категорий с частными садиками. Везде, в общем-то, понятно, это первый этаж. В делюкс коллекции тут первый этаж, но в этом случае нужно будет спуститься вниз по лесенке. Там 70 ступенек. Все бассейны, естественно, здесь на территории тоже подогреваются. До 27 градусов у нас, на самом деле, так везде. Спортивный центр находится. Вот здесь галочку я поставлю. Тут у нас тоже два теннисных корта. Аренда велосипедов, кстати, у нас во всех отелях тоже абсолютно бесплатная. То есть гости могут поездить по территории. Здесь, в принципе, не очень будет удобно ездить. Но и, естественно, за территорией посмотреть окрестностям. Ну и, кстати, по поводу дайн-аут. Как раз в этом отеле у нас здесь пока одна таверна. Тут вот как раз у нас поменялось количество по сравнению с 2016 годом. А сейчас у нас одна таверна, находится она в деревушке Неамудане. У нас туда ходит трансфер. Каждый час, в принципе, можно просто доехать, прогуляться, потом пойти поужинать в этой таверне. Либо же пройтись тут, на самом деле, неспешным шагом минут 20. Еще один момент. В общем-то, часто видит на фотографии вот эту дорогу. Я ее так галочкой отмечу. Она разделяет отель и пляж. На самом деле, когда вживую, в общем-то, видит эту дорогу, понимает, что это вовсе не дорога. Потому что это одна полоса, одностороннее движение. У нас здесь лежачие полицейские на протяжении всего, именно на протяжении отеля. Машины ездят крайне редко. Всегда стоят охранники, кто следит за движением и за гостями, в том числе до самого позднего вечера. Поэтому, на самом деле, здесь ничего абсолютно страшного нет. Просто вот отдельно вам об этом говорю. Так, ну и вот как раз показываю наши номера. Те, кто видел раньше, как они выглядели, ну теперь это уже совершенно по-другому. Тут как раз вот на картиночке Junior Suite с частным садиком. Вот частный садик там в шезлонге. Можно просто прекрасно наслаждаться видами, отдыхать. У нас появились семейные номера, это коннекты с двумя, два местных номера с общей дверью. Ну и из основных категорий семейные сьюты с одной спальней, они считаются самыми высокими и позволяют разместить до пятерых гостей. Дальше уже в Deluxe коллекции попросторнее номера у нас идут. Это Deluxe семейные сьюты с двумя спальнями. Соответственно, это гостиная и две спальни. И всегда у нас по количеству спальнен количество санузлов. Это везде. Вот как раз Deluxe коллекция на картиночке – это тот номер, когда надо будет спуститься вниз по лесенке. И, кстати говоря, во всех номерах у нас, во всех отелях, естественно, самое основное, что нужно помнить всегда – это бесплатный абсолютно мини-бар. Там у нас представлены и алкогольные напитки, и безалкогольные напитки. Чай, кофе – это все, естественно, у нас тоже есть. И бесплатный room-сервис, который действует 24 часа. Собственно, даже ночью можно заказать все, что вашей душе угодно, даже то, чего нет в меню. Особенно, опять же, что касается детей, здесь это можно сделать по телефону, прямо не выходя из номера, и это все принесут в номер. Так, ну, по океане вроде как вам все, все новости, главное, рассказала, все показала. Теперь у нас все красиво стало. И переходим к нашей новинке. Это Икас Дайси на острове Корфу. Здесь, в общем, мы перенесли нашу концепцию Икасовскую на остров Корфу. Тут все то же самое, все включено класса люкс. Естественно, все отели, которые в последующем будут открываться, они все будут только на этой концепции. То есть у нас никогда не будет там халборд или фуллборд, такого не будет. Здесь у нас, в общем-то, залив досья, как я говорила, с расположением тут нам, конечно, очень повезло. Здесь изначально были такие отели, которые мы перестраивали. Но мы, чтобы вы понимали, не делали просто какой-то косметический ремонт, естественно. Это была полномасштабная реновация. То есть все основные здания у нас, все конструкции были оставлены, но все стены были снесены абсолютно. И все бунгального типа постройки, которые между двумя основными корпусами вы видите, и правее трехэтажные у виллы, они были полностью снесены и были полностью построены заново. Поэтому это дает нам полное право говорить о том, что отель построен абсолютно с нуля. Что на Корфу, в принципе, давно ничего не было такого. Ну и здесь вообще сам отель находится в достаточно активном поселочке, досье. То есть здесь есть, куда выйти, если что, вечером. И самое приятное, как раз по системе дайнаут именно в этом отеле, на данный момент мы заключили договор с тремя тавернами. Две таверны у нас находятся в Керкере, в столице, и одна таверна на данный момент находится непосредственно в досье. Так как же гости будут добираться до Керкера? Ну и, собственно, у нас тоже будет ходить бесплатный шаттл, что не может не радовать. То есть гости могут поехать погулять и потом, собственно, просто прийти в центр города и поужинать. И, собственно, что я еще тут вам хотела сказать. Ну, вообще, это, конечно, большой плюс. Пробегусь тоже по инфраструктуре. Самое основное у нас здесь ресторанов, так как здесь, во-первых, побольше номеров будет 411 в общем и целом, потому что на Халкетиках у нас 291 в Икос-Оливии, 290 в Икос-Океане, и здесь на 100 примерно 20 номеров побольше. Соответственно, будет 8 ресторанов. Из них 2 основных ресторана, как шведский стол, они будут в каждом из корпусов расположены, чтобы всем было абсолютно комфортно. И 6 а-ля-карт ресторанов. У нас к французской, итальянской, греческой, азиатской кухне добавится еще местная кухня Корфу и такая греческая современная кухня. Ресторан греческой современной кухни. Здесь, конечно, выбор побольше, ну и плюс получается 3 целых у нас таверны Дайнаут, которые, в принципе, хотят повысить количество до 5. Ну, посмотрим, в общем, как это выглядит. На данный момент я говорю как. Есть это 3 таверны. Здесь, естественно, будет и побольше баров, и побольше бассейнов. Кстати, на Корфу у нас тоже бассейны все подогреваются. Правда, у нас есть много номеров с индивидуальными бассейнами. Они, правда, все относятся к делюкс-коллекции. Сейчас тоже поподробнее про это расскажу. А здесь, что касается пляжа. Важно отметить, конечно, пляж у нас здесь, как вы видите, достаточно протяженный, достаточно широкий, что для Корфу тоже не очень характерно. Изначально здесь такая песочек темноватый с галечкой. Но мы это все засыпаем песочком привозным, что вот, как на картинке вы сейчас видите, конечно, компьютерная графика, но, в общем-то, оно будет в действительности так и смотреться. Да, это тот отель, который были, да, Си Чандрис, Хандрис, по-разному все называются. Два отеля были рядом. Собственно, мы их соединили, и у нас получился один такой большой курорт. Все, что касается спа-центров. У нас тут, естественно, будет два спа-центра в каждом тоже из корпусов основных. Мини-клуб, естественно, тоже будет. Площадка для детишек под тентами тоже будет на открытом воздухе. И вот с этой стороны, сейчас я возьму рисовалку, секундочку, вот с этой стороны, вот этот мы кусочек еще тоже прикупили. Здесь мы построим такую всю основную, такую шумную, можно сказать, инфраструктуру. Здесь у нас будут спортивные центры. Тут будет тоже два теннисных корта, все площадки необходимы для футбола, для волейбола, естественно. И еще также будет театр под открытым небом и кинотеатр. Кстати, в Океане, тоже не отметила, скажу, что все-таки это важно. У нас Океане такое, если сравнивать с Оливией, да, постоянно идет сравнение все-таки на Халкидиках между Оливией и Океаней. У нас Океане, она чуть поактивнее. То есть там, если у нас в Оливии театр под открытым небом, в Океане у нас много чего. Это просто театр, кинотеатр, ночной клуб, который каждый день работает, кроме четверга. Ну, то есть такой поактивнее, в общем, атмосфера у него. А в ДАСИ, в общем-то, тоже много что у нас будет. Из 10 баров там у нас будет и диско-бар, и винный бар только для взрослых. Здесь вообще достаточно много зон только для взрослых. Вот, например, винный бар. Здесь у нас будет 2 бассейна только для взрослых. Там же будут находиться 2 бара только для взрослых. Но и для семей тут инфраструктура тоже очень-очень хорошая. И есть и сьюты большие, и детские зоны. И, в общем, для всех этот отель подойдет. Так, ну, вроде по основной инфраструктуре так пробежалось. Вы знаете, у нас вот 3 мая запланировано, собственно, запланировано открытие. И никаких задержек у нас быть не может. Если мы говорим, что мы открываемся 3 мая, значит, мы открываемся 3 мая. Ничего не произойдет. Ну, в июне так уж тем более. Все будет хорошо. Можете не переживать по этому поводу абсолютно. Мы одна большая компания с САНИ. Собственно, вы знаете, в прошлом году открыли САНИ Дюнс. Все было идеально. Все прошло вовремя. Но, собственно, здесь у нас будет все то же самое. Многие менеджеры, которые сейчас вот у нас были на Халкидиках, перейдут и в Дайсю, чтобы как раз первый год открыть этот отель. Потому что нашу концепцию просто так сложно. В общем, нанять каких-то новых человек, которые будут в курсе всех таких нюансов, которые у нас есть. Вот поэтому по этому поводу вы вообще можете не переживать, что-то не откроется, что-то будет не так. Все будет прекрасно. Так, ну и давайте дальше по номерам пройдемся. Вот так будут выглядеть наши номера. Это, конечно, рендеры, но, в общем-то, они все номера. У нас вот такая общая стилистика идет во всех трех отелях. Начиная от двухместных номеров. Здесь тоже заканчивая сьютами с одной спальни, как и выкос океане. И так же у нас будут семейные номера. Это два супериора с общей дверью. А здесь, в общем-то, что вам такого интересного рассказать? Двухместные номера, вот самые первые, они у нас называются как промо-дабл-рум. Чем они отличаются от супериора? Такой вопрос может уникать у вас. Да, в принципе, особо ничем, только вот площадью. Все остальное, то есть они могут быть как с видом на окрестности, так и с видом на море. Кстати, вернусь на предыдущий слайд. У нас вот здесь два корпуса. Вот этот корпус называется ДАСЬЯ. Следите за моими стрелочками, пожалуйста. И вот этот корпус у нас называется КОРФУ. Вот в этом корпусе в ДАСЬЕ, значит, у нас есть вид на внутреннюю территорию. Но по факту там через такую аллею, через деревья идет дорога. Так как поселок активный, дорога достаточно тоже активная. Но это не прям вот то, что чистый вид на дорогу. А в корпусе КОРФУ здесь у нас все номера идут только с видом на море. То есть здесь номеров, которые в другую сторону уходят от моря, нет. Так. Ну вот, в общем, к номерам вернемся. По номерам здесь, в принципе, мы уже прошли. В Делюкс коллекции здесь у нас, конечно, такой выбор побольше. Потому что у нас делится там Делюкс Джуниор Сьюти либо с частным садиком, могут быть, либо с частным бассейном. Сьюти с одной спальни тоже так подразделяются. И с двумя спальнями, собственно, тоже. У нас здесь какой большой плюс? Частные бассейны. Это самые большие частные бассейны. Вообще среди всех ИКОСов. Потому что в Делюкс Джуниор Сьюти это 30 квадратов. В семейных сьютах с одной спальней это 40 квадратов. И в сьютах с двумя спальнями это 50 квадратов. Ну, в общем-то, просто идеальный, огромный свой бассейн. А номера промо, называются промо-дабл-рум. Это двухместные номера. Супериор, трипл у нас в основном... Да, если хотите спальня, можете сейчас задавать, потому что я вот на общей картиночке смогу вам это показать. Трипл, супериор, Севью, они все находятся в корпусе Корфу. Это корпус, который, в общем-то, правее находится. А в корпусе ДАСИА супериоров, триплов не бывает. Если вы, кстати, я вам потом в конце направлю свой электронный адрес, если у кого-то будут какие-то там вопросы, либо кто-то захочет получить карты, у нас есть такие прекрасные карты с расположением категории номеров, такие рабочие, идеальные карты, то можете мне на почту потом написать, и я с удовольствием вам это все направлю. Так, ну, по делюкс-коллекции, в общем, понятно. И наша большая гордость. У нас, наконец-то, у викосов появились виллы. В этом отеле у нас два типа вилл. Это, то есть, отдельно стоящие домики. Все-таки в Оливии у нас приближенные к понятию виллы, но все равно это все-таки бунгало. Здесь у нас есть делюкс-вилл с двумя салями. Они расположены... Их всего четыре штуки, расположены на первой береговой линии между двумя основными корпусами. Их площадь 120 квадратов, такие достаточно просторные. Там гостиная, две спальни, две ванных комнаты, и впереди вот такой тоже большой бассейн. На картинке мы здесь видим делюкс-двухэтажную виллу с тремя спальнями. Но тут, конечно, это наша большая гордость. Тут прилегающая территория 2000 квадратов. Я думаю, что из этих вилл никто выходить никуда не захочет. Их всего две. Они расположены рядом друг с другом. И немножко, если честно, в отдалении вообще от всего, от всей такой основной инфраструктуры. Но, тем не менее, на баге, кстати, тоже гости смогут доезжать, куда им захочется. Вот отдельно хочу сказать про эти виллы чуть-чуть. Ну, вы видите, собственно, картинки, да, открытый вот этот бассейн, открытая джакузи, зона для барбекю здесь есть, также обеденная зона. Эти виллы единственные, где есть полностью оборудованная кухня. И что тут у нас еще такое интересное? У нас тут есть шкафчик свой личный, небольшой, но, в общем-то, это очень даже приятно. Плюс, учитывая, что у нас бесплатный мини-бар, бесплатный рун-сервис, действительно, думаю, что из этих номеров никто никуда не захочет выходить. Ну, в общем, посмотрели на красивые картиночки. Перейдем дальше. Несмотря на то, что мы три года существуем, мы в 2018 году уже поднялись на очень высокие позиции, на самые лучшие, если честно, у нас. И Косоливия занял первое место в мире среди лучших 25 отелей, по версии TripAdvisor, отелей на все включено, естественно. И Океане у нас с шестого места перепрыгнуло на третье. Но мы этим очень гордимся. На этом мы не останавливаемся, естественно, продолжаем лучше улучшать наш сервис, расширяться. Сейчас на Корфу это у нас не последний отель, то есть мы пойдем дальше по Греции, ну, а потом посмотрим, может быть, еще и куда-то дальше. Из главных новостей, в общем-то, у нас появилась программа привилегий. Первый год, собственно, с 2018 года. Действует она таким образом. При бронировании, начиная от 7 ночей, заканчивая бесконечностью, именно за одно бронирование номеров Deluxe коллекции, начиная от Deluxe Junior Suites, ну и, естественно, выше, мы даем одну бесплатную ночь. Бронирование должно быть осуществлено любым удобным для вас способом. У нас нет какой-то формы, где нужно регистрироваться, просто мне потом на почту присылайте, какие у вас бронирования, и, в общем-то, и все. Потом мы уже с вами будем согласовывать отдых. Так, ну и вот сейчас я как раз контакты вам показываю. Вот это вот... Как-то у меня криво получается. Это мой контакт москву.собачкойкосресорт.ком Что касается брошюр, я знаю, что это очень удобная штука. У нас пока, в ближайшее время, я думаю, что в начале следующей недели они появятся. Поэтому, если кому-то необходимы эти брошюры, пожалуйста, напишите мне на почту просто любое письмо, то, что прошу прислать брошюру, и, собственно, я обязательно это сделаю, как только у нас все это появится. Так, ну, вообще, я завершила, конечно, свой рассказ об экосах, поэтому могу написать, конечно, контакты. Сейчас я вам скопирую. Если у вас какие-то вопросы, то, пожалуйста, их задавайте. Я буду очень рада ответить. Я так постаралась вроде по максимуму ничего не упустить, но мало ли что. Вот, контакт я указала. Я надеюсь, вы видели. Это вам большое спасибо за внимание. Телефон сейчас я тоже пропишу. Можно прямо так. 7495-775-0043. Звоните, если что. Ну, если вопросов нет, я давайте вам включу наше новое видео. Оно такое очень приятное. И как раз можно посмотреть территорию Икс-Оливии, потому что, ну, мало ли кто-то в ней сомневается до сих пор. Я включу пока видео, а вы, если вдруг у кого-то какие-то вопросы. Так, Андрей, как происходит посещение? Посещение происходит очень просто. В общем-то, гости либо через мобильное приложение, либо по телефону, либо guest relations, как угодно, бронируют столики. Либо а-ля карт, либо в этот же список входят как раз эти таверны. Забронировали таверну. Ну, гостям выдается карточка Икс-Резорт. Они с этой карточкой идут в таверну, либо едут туда, если мы говорим об океане и о Дассе. И, собственно, предъявляют карточку, садятся и все, наслаждаются своим ужином. Закуски, там, напитки, все это включено, и блюда всем. Так, по бонусной программе. Вот, да. Я как раз обратила внимание, что от 7 ночей это главное условие. А если даже бронь хоть на 40 ночей, к сожалению, все равно на данный момент это будет одна ночь. Это пока наша такая пробная, в общем-то, программа. Пока такие условия. Вот. Ну, если что, вы задаваете пока вопросы, я вам включаю видео. Так. Пожалуйста. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok